Поклонники уверены, что жизнь звезд простая и беззаботная, однако многие из них пережили больше потрясений, чем обычные люди. Звезды, прошедшие войну, в нашем сегодняшнем видео. Юрий Никулин запомнился всем прежде всего как комедийный актер, однако реальная жизнь Никулина была не такой веселой. Артист прошел советско-финскую и Великую Отечественную войну. Юрий Никулин награжден медалями за отвагу, за оборону Ленинграда и за победу над Германией. Похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище Москвы. В 1997 году. Советский актер Иннокентий Смоктуновский, участник битвы на Курской дуге, форсирования Днепра и освобождения Киева. Артист дошел до Берлина и получил награды. Орден Отечественной войны первой степени, медаль за победу над Германией и две медали за отвагу. Кинорежиссер Алексей Балабанов служил офицером Советской армии в 339-м военно-транспортном авиационном полку. Летал в страны Азии и участвовал в афганской войне. Этот опыт отразился и на его творчестве, в том числе в фильме «Груз-200». Звезда фильмов «Спортлото» и «Свадьба в Малиновке» Михаил Пуговкин тоже относится к участникам войны. На фронт он ушел добровольцем, был разведчиком, служил в 1147-м стрелковом полку и был награжден Орденом Отечественной войны второй степени и медалью за победу над Германией. Актриса Элина Быстрицкая непосредственно в боевых действиях не участвовала, но работала во фронтовом передвижном госпитале санитаркой, получив Орден Отечественной войны второй степени и медаль за победу над Германией. Алексей Смирнов, звезда фильмов «Операция И» и другие приключения Шурика, воевал в Великой Отечественной войне, был разведчиком и командиром огневого взвода, обладает несколькими наградами, в числе которых медали за отвагу, за боевые заслуги, Орден Красной Звезды и Ордена Славы второй и третьей степени. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много интересного! Субтитры подогнал «Симон»!